В Магнитогорском историко-краеведческом музее на днях появилась новая экспозиция «Советский плакат времен Великой Отечественной». Больше десятка агитационных материалов, стилистика которых передает настроение и атмосферу военного времени. К сожалению, музей по-прежнему закрыт для посетителей, но телевизионные съемки дают возможность увидеть выставочные экспонаты в режиме онлайн. Продолжит Елена Ткач. К великой дате, к 75-летию Великой Победы, Магнитогорский краеведческий музей подготовил уникальную экспозицию «Советский плакат времен Великой Отечественной». Уникальная, так как большинство агитационных плакатов на этих стенах подлинники. И это, с точки зрения сохранности, большой риск. Почему рискнули? Во-первых, 75-летие Великой Победы, а во-вторых, вот как явление культуры, как явление культуры, вот плакаты времен Великой Отечественной войны – это одно из потрясающих ее явлений 20-го века вообще. Плакаты Великой Отечественной войны больше, чем жанр. Это летопись, предопределившая победу над фашизмом, по сути, самая короткая и наглядная тропа к людям, к их настроению и мотивации. Советское руководство это прекрасно понимало, и, несмотря на дефицит бумаги, выпускало плакаты миллионными тиражами. В некоторой сюжетной линии вносил коррективы лично сам генералиссимус Сталин. Вот этот плакат попал под наблюдение самого Иосифа Виссарионовича, поскольку изображенный красноармеец бил куда-то штуком в руку. Товарищ Сталин, наверное, исходя из своего революционного прошлого, знал, куда надо бить. И поэтому он поправил и направил так, и штык красноармееца в голову. Наряду с военной песней плакат выразил суть эпохи наиболее полно. Но если песня продолжала жить и после войны, постеры незаслуженно забыли. Как рассказывает легенда, делится с нами ученый-секретарь Виктор Котлов, в конце 50-х, начале 60-х весь этот наглядный материал был столкан в одном из складских помещений книжного магазина. И агитматериал готовили отправить буквально на свалку истории. Но неизвестный дальновидный горожанин донес их до музея, и сегодня это ценные экспонаты. Вот эта жесткость времени, она чувствуется. Вот каким-то образом, что это другое что-то, что это писалось, когда все горело. Только спустя годы пришло восприятие плаката как гениальной части советского искусства. Как только музей выйдет с карантина, у магнитогорцев появится возможность увидеть это в режиме реального времени. Елена Ткач, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.